Вот у нас мужчина, используется медицинскую сумку и другие инструменты из багажника. Разлегся, конечно, как звезда. Первое правило врача скорой помощи – не переехать больного. Может, тебя дефибриллятором ударить, чтобы ты в сознание пришла. Так, министрильное ранение. Это, наверное, в связи с беспорядками в Америке, да? Прямо на заправке. Кого-то ранили. Видно, хотел грабануть. Шоп. Привет, дорогие друзья! Вы на канале Мамедыч. И я так подумал, что мы на нашем канале давно ни во что не играли. И тут нам подобрали очень интересную игру. Это симулятор сразу трех профессий. Тут можно играть и за полицейского, и за пожарного. И самое главное, что тут можно играть либо за фельдшера, либо за врача скорой помощи. То есть за человека, который работает в emergency. То, что называется этим словом в Америке, это в основном парамедики, которые ездят и оказывают первую помощь на месте, и потом везут в госпиталь. И эта игра называется Flashin' Lights. Не путать с песней Kanye West. Я думаю, что Kanye West ни при чем. Но я думаю, что нам нужно, что нам стоит в эту игрушку поиграть. И сейчас посмотрим, сумею ли я хоть кого-нибудь спасти. Поехали! Я, честно говоря, на скорой помощи ездил всего один раз на практике. И на меня накричала фельдшер. Я помню это. Потому что я неправильно мерил давление бабушке, к которой мы приехали на вызов с гипертонической болезнью, с гипертоническим кризом. Но ничего. Это был мой первый и последний раз на скорой помощи. Но, тем не менее, сейчас я в стационаре уже встречаю тех, кого привозят на скорой помощи. И тут у нас было все, что угодно. Так, мы выбираем врача. Какой симпатяшка. Это классический фельдшер города Волгограда. Кстати, в перчатках. Но в маске. Маску забыл надеть. Ничего страшного. Так, вот он. Так, вот машинка моя. Так, сразу вот вызов. Скорая помощь. Огнестрельное ранение по адресу Y принять. Y принять. Я не успел принять. Не успел принять. Как же так? От меня убежал пациент. Точно я не успел принять? Так, мэп. Карта города. Город у нас большой. Практически Волгоград. Так, вот. Человек без сознания по адресу. Кот вызова 3. Y принять. Быстрее. Так, отлично. Человек без сознания. Бежим, бежим. Тут управление прям как в GTA. Я, правда, не играл лет 15, наверное, в GTA. Ну что? Отлично. Поехали. Я буду представлять, что я играю за... За Розенбаума. Он тоже был врачом скорой помощи. И представим. Так, что жалко, тут нет радио. Я бы включил песню. Вальс Бастон. И вместе с Розенбаумом. Так, красный свет. Нет, кстати, тут можно, по-моему, включать проблесковые маячки какие-то. Вот, вот, вот. Отлично, отлично. Едем спасать жизни. Человек без сознания. Это... Как бы самому сейчас не оказаться без сознания. Это очень интересно. Это, кстати, мой профиль, потому что много пациентов нейрохирургического профиля. Они бывают без сознания. Либо они бывают без сознания длительной промежуткой времени. То есть впадают в кому. Либо... И главное еще сейчас не переехать его. Либо... Либо просто теряют временно сознание. Причерпно-мозговые травмы. Так. Ну что тут у нас? Вот у нас мужчина. Используется медицинская сумка и другие инструменты из багажника. Разлегся, конечно, как звезда. Ну давай, скорее. Нужно помогать. Вещи. Так. Сумку врача нам сказали взять. Быстрее. Ага. Осмотреть пациента. Конечно. Глаза. Что у него? Не дышит. Пульса нет без сознания. Остальные кружочки. Пульса нет. Живот или грудная клетка. Пульса нет. Ага. Нога. Пульса нет. Ну, конечно, пульс не надо щупать на ногах. Возможный перелом руки. Возможный перелом руки. И без сознания. Неужели у него... Если у него нет пульса и нет дыхания, да, у него... Так, еще раз проверим. Не дышит. Пульса нет без сознания. То надо уже проводить реанимационные мероприятия. Так. Нужно раздеть. Интересно. Так. Вот у нас вполне такой не упитанный, а такой подкачанный молодой человек, который трудно представить, что он... Ну, если у него, возможно, перелом, мы увидели, то, конечно, это, скорее всего, травма. Но мы можем спросить вот этой девушке, почему мы... Я не подошел, не спросил, я не знаю. Так. Немножко, мне кажется, он неправильно делает первую помощь. Надо 30, мы помним, 30 нажатий на грудную клетку и 2 вдоха. Так. Используйте график ЭКГ-дефибриллятор, чтобы проверить сердечный ритм. Отлично. Или запросим транспорт. Пациент не готов к транспортировке. Ага. Что тут у нас есть специально? Дефибриллятор. Ну, мы знаем, что дефибриллятор, он поможет только, когда хоть какой-то пульс есть. И при асистолии, так, это мы делаем ЭКГ, видимо. ЭКГ, портативное, маленькое, быстренько видим. С пульсом все в порядке. Я не знаю, почему он не нащупал пульс и дыхание. С ЭКГ мы видим чистейший, красивый ритм с комплексом П, КЁР. То есть, и П есть, и комплекс КЁРС. Все вроде как нормально. Но я думаю, что это мы дефибриллятор уберем. Наверное, нам нужна что-то... Аптечка для обработки переломов. Так как мы подозреваем у него перелом. Наложим сюда шину. Отлично. Справились. Это уносим сюда. Возьмите носилки. Так, носилки. Где у нас носилки? Вот носилки. Отлично. Ну что, без сознания. Что может говорить... О чем может говорить отсутствие сознания у пациента с травмой руки? Скорее всего, у него еще есть и травма головы, потому что без сознания это может быть уже... Тут, кстати, мы должны были проверить рефлексы и зрачки, и реакцию зрачков на свет. Отлично. Что, закрываем? Так, или... А, стоп, мы не забрали нашу сумку. Кстати, сумка это очень главное. Почему? Потому что у врача скорой помощи или у фельдшера в сумке есть еще и наркотические препараты. А за ними очень-очень серьезный контроль. Отлично, закрыли. И теперь нам нужно назад в больницу, да, я так понял? Ага. Отлично. Где наш звук? Отлично. Так, на... В какую больницу мы его везем? Мне кажется, туда же, куда мы доставили или нет? Откуда мы приехали, да, наверное? Интересно. Ты не знаешь, куда надо везти? Пациенты. В больницу обычно везем? В больницу, отлично. Просто в России немножко у нас по-другому. Станция скорой помощи, она находится... Обычно не в том месте, может находиться вообще не в том месте, где находится больница, а уже в больницу. Везут по согласованию. Так, вот, хоспитал. А вот сюда-то мы его и привезем. Только куда именно? Могу ли я сюда заехать? Не, наверное... Наверное, это будет показано где-то. Ага. Ну, тут больница. Вот-вот-вот. Через задний... Через задний проход все время. Так, давай-давай-давай-давай-давай-давай. А, наверное, я должен выгрузить еще его. Наверное, выгрузить, потому что там я вижу знак носилки. Ну что, поехали. Вот практически мы и приехали. Мы госпитализировали одного пациента без сознания. И даже интересно, мне вот интересно, что с ним дальше. Наверное, ему нужно сделать КТ. И может быть, у него помимо сломанной руки еще есть гематома внутри черепа. Ее нужно оперировать. Но нам пора, видимо, назад в бой спасать других. Пациентов. Так, ребят, тут оказывается можно взять другую тачку. И сейчас посмотрим. Потому что давайте немножко водить из-за ствера. Выбрать машину. Так, амбуланс один. Emergency first responder car. Амбуланс большой. Ух ты. Ого. Интересно. Вот я хочу джип. Хочу ездить на джипе. Интересно, где мы есть носилки. Во! Красивая. С пибикалками. Больше похоже на пожарную, кстати. Но... Где она теперь? Вот она, красавица. Так, авария по адресу. Обязательно. Едем. Конечно, едем. Авария. Потому что, кстати, в больнице, где я работаю, там тоже есть центр ДТП. И мы оказываем помощь. В том числе тем, кто где-то далеко на трассе оказался в сложной ситуации. Так, ну-ка. Я знаю, как туда проехать. Не знаю. Я не знаю. Долгий путь, конечно, нам предстоит. Как быстрее, как быстрее. Посмотрим. Так, как обычно, включаем всю нашу аммуницию. Так. Едем, наверное, сейчас, как говорят в Волгограде, по трешке. По третьей продольной сейчас доедем до места происшествия. Так, быстрее. Плюс пробки все объедем. Мне кажется, эту игрушку нужно распространить по всем станциям скорой помощи. Чтобы люди вместо... В прерывах между вызовами играли и тренировали свои навыки, может быть. Где пострадавший? Так, чуть-чуть, наверное, сюда. Ага, чтобы быстрее все доставать. И не переехать. Не переехать больного. Первое правило врача скорой помощи – не переехать больного. Так, что тут с нами? Снова разлегся. Используйте медицинскую сумку. Почему-то без сумки мы не можем осматривать больного. Но все мы понимаем, что можно и без сумки спокойно осмотреть больного. Так, страдавшего, точнее. Так, осмотрим. Голова дышит, пульс есть, но без сознания. Отлично. Ну, отлично то, что он дышит. И пульс есть. Так, туловище. Что у нас? Пульс есть. Правая рука. Пульс есть, возможный перелом. Точнее, левая рука. Очень хороший врач тот, который не путает право и лево, потому что особенно в нейрохирургии и вообще в хирургии нужно проверить перед тем, как взяться за операцию. Тот ли пациент, та ли история болезни, те ли снимки и та ли сторона. Так, ну раз перелом, там у нас была, по-моему, аптечка для переломов. Мне кажется, тут все у нас вообще должно быть без промаха. Птичка для обработки переломов. Тут я уже прям как матерый фельдшер. Хопс. Ну что, дальше, наверное, на носилке сразу медицинскую сумку. Нам предлагают все-таки медицинскую сумку. Или сразу носилки. Я думаю, носилки сразу возьмем. Почему? Мелочица-то. Ага. Нет, все-таки мы не до конца оказали помощь. Наверное, все-таки ЭКГ нужно посмотреть ему. Вещи, сумка врача. Что еще мы с тобой не сделали? Бинты, может быть? Или еще раз осмотрим. Или одежду снять. Или, наверное, наложим все-таки шейный воротник типа Филадельфии. Жесткий воротник. Потому что если ДТП, мы видим, что случилось ДТП. Она въехала в дерево. То, конечно, возможны холстовые травмы перелом шейного отдела позвоночника. Так, не готов. Может быть, реанимационное действие. Хотя пациентка дышит, конечно. И пульс есть. А я думаю, не стоит. Это делать хватит. Так. Ну, может быть, ЭКГ все-таки. Посмотрите ЭКГ, да? Давайте посмотрим ЭКГ. Специальный дефибриллятор. Да, в дефибрилляторе у нас есть ЭКГ. Три электрода. Такой портативный. С пульсом все в порядке. Отлично. Убираем. А, чтобы обработать перелом, используйте аптечку. Нет. Ходить по больной не стоит. Так. Что же мы с тобой еще можем сделать? Конусы для ограждения, конечно, мы можем поставить. Чтобы никто нам не мешал. Правильно? Нет. Видимо, они здесь не нужны. Так. Нет. Не хочет он забирать. Может, там еще кто-то есть? Нет. Тогда еще раз осмотрим. Конечно. Еще раз осмотрим. Потому что, видимо, может быть, какие-то еще повреждения, которые мы не заметили. Правая рука. Пульс есть. Дышит. Пульс есть, но без сознания. Тело. Пульс есть. Пульс есть. Пульс есть. А, еще и на кисти возможный перелом. Попробуем все-таки еще раз реанимационное действие провести. Вдруг ребята, создатели этой игрушки, подумали, что если человек без сознания, то нужно проводить реанимационное действие. Но этого, конечно, не нужно делать. Нужно быстрее отвезти человека в больницу. Ну, уже везде я нажимаю уже. Ну, сколько можно. А, может, ее нужно одеть было. Хотя, конечно, раздетая она смотрится интереснее. Так, давай. Оденем. Все. Теперь точные носилки. Нет. Да что такое? Ребятки, помогите. Что тут можно еще сделать? Помощь команды. Уместить машину перед персонажем. Ничего себе! Так. Ну что, как тебе еще помочь? Одежда. Минты. Может, тебя дефибриллятором ударить? Чтоб ты в сознание пришла. Покажи. Нихило. Ну, давайте еще раз. Конечно, такого нельзя делать, потому что нормальный, абсолютный ЭКГ. О, тушим машину. Надо потушить машину. Короче, ребят, я тут вообще ничего не понимаю, как нужно его транспортировать. Пациент, что я уже все, что мог сделать, я уже и расставил конусы по периметру. И что я только не делал. Но в итоге, я не знаю. Наверное, мне нужно отсюда. Уехать. Ну, ладно. Придет тебя оставить тут. О, вот есть что-то такое. А, просто посидеть можно. Можно было просто посидеть в дополнительном окошке. Извините, ребят, но... Я не хочу больше там находиться. Не спасли мы эту жертву. Поэтому возьмем новый вызов. Так, меняем машинку на джипяру. О, используйте эту машину. Давайте, давайте, давайте. Огнестрельное ранение принимаем, конечно. Тем более, мы и на быстром джипе. Так, садимся. О, и свет включим. Так. О, кстати, это поблизости. Более маневренно, конечно. Так, министрельное ранение. Это, наверное, в связи с беспорядками в Америке, да? Прямо на заправке. Кого-то ранили. Видно, хотел горбануть. Шоп. Ну что? Как обижать? Так, 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 так. Обижим быстрее. Медицинскую сумку, конечно. Сейчас. Открываем багажник. Что тут у нас? Багажник. Вещи. Сумку врача. Вперед. Огнестрельное ранение. Осмотреть пациента. Левая рука. Пульс есть. Это хорошо. Кстати, глаза у него открыты. Он дышит. Пульс есть в сознании. Но это может быть ненадолго, если он продолжит терять кровь. Пульс есть. Так, дальше. Левая нога. Пульс есть. Огнестрельное ранение ноги. Отлично. Так, значит, это, конечно, не отлично. Но нужно снять одежду. Всю одежду. И бинтами перевязать место огнестрельного ранения. Отлично. Теперь носилки. Я думаю, что не носилки, а запросить транспорт. Ну вот. Ребята, с этим-то мы справились. Теперь пациентам займется скоро. Вернитесь в штаб. Огнестрельное ранение. Конечно, огнестрельное ранение бедра у него. Это очень опасное место. Потому что там есть и бедренная артерия. И куча мышц. И если рана поражает, например, кость, то уже тяжело ее собирать. Травматологом будет. Так, ну вот. Мы дождались. Приехала скорая. О, и столкновение с участием двух автомобилей. Так, ну вот. Мы уверены, что они займутся этим пациентом. А мы берем другой вызов. Отлично. Пациент, по-моему, сбежал уже. Вот у нас пациентка. Сразу берем все, что нам надо. Сумка врача. Кстати, почему тут нет все-таки никаких лекарств? Тут было бы интересно. Пульса нет. Ну, а, кстати, не дышит. Пульса нет без сознания. Так, пульса нет. Быстрее-быстрее проводим. Но есть лекарства в игре Reanimation Inc. Вы можете посмотреть по ссылочке. Так, нужно быстрее бежать. Снимать одежду. Проводить реанимационные мероприятия. И потом быстрее ЭКГ, ЭКГ. Так, 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 давай, 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 давай. Ну, ну как ты делаешь искусственное дыхание? По-моему, ее целуют. А я вам напоминаю, что искусственное дыхание рот в рот, это далеко не поцелует. Нужно обладать мощными губами, чтобы хорошенько так сделать дыхание. Дыхание рот в рот. Так. Накладываем наши электроды. Тут, в принципе, достаточно. О, и тут, конечно, электроды. Тут мы видим, что фибрилляция желудочков и вообще разрезненный ритм. И нужно нам делать разряд. О, и ритм сразу вернулся прямо. Все, убираем все. И скорее, скорее. Берем аптечку. И вызываю, запрошим транспорт. Пациент не готов. Запроси транспорт. Пациент не готов. Ну, неужели снова с ней что-то не так? Снова осмотрим. Пульса нет. Не дышит, пульса нет. Но пусть же появился. Мы же видели. Пульса нет, пульса нет. Снова пульса нет. Вот те и раз. Ребят, не играйте в эту игру. Так, ребят. Ну, я думаю, я не знаю, что делать с этой пациенткой. Мы восстановили ритм, несмотря на то, что она вообще попала в ДТП. И не знаю, как тут быть в этой ситуации. Видимо, плохой из меня врач скорой помощи. Ну, а ты напиши свои варианты развития событий в комментарии. Или, может быть, ты захочешь поиграть в эту игру. И ставь лайк, дизлайк. Пиши, стоит ли играть дальше. В игры симуляторы врачей, хирургов и всему тому подобное. И ты был на канале Мамедыч. Подписывайся и рекомендую своим друзьям. Тут много чего интересного. Все, пока.